Девушки отдыхают Пожалуй, никто до конца не знает, кроме спецслужбы Это страшные явления, которые творятся сегодня в нашей стране И как их предотвратить? Люди беспомощны перед бандитами во власти Люди беспомощны перед спецслужбами Люди беспомощны перед новым оружием, которое на них испытывают Да не просто испытывают, а просто применяют к ним Люди беспомощны, люди бедны, люди практически нищенствуют И изгоняют с их земель Если вы помните, я вам говорила, советовала Бросать города, бросать городские квартиры И уезжать в деревни, на землю Где можно посадить свой огородик, где есть талая вода Но и на воду накладывается запрет, как вы знаете Это не просто кроличья нора, куда мы попали Это ад, который устроили на земле россиянам Другие тоже люди страдают Но там не так сильно выражено, как это выражено в России И вот в России начались пожары Весна, сажать нужно У людей дома свои, они живут на земле И начались пожары И я думаю, что многие, если не сказать 90% населения Понимают, что это все дело рук человеческих Что это никакой не бандитизм Это никакие не поджоги Это специальные программы По выселению людей с земель По очищению земли от людей А как очистить, если вы не уходите Если вы там прожили всю свою жизнь Если ваши деды там тоже жили Для вас это ваша родина Как же вы с нее уйдете? Но ведь надо вас выгнать И вот выгоняют таким образом Если вы не верите в работу спецслужб То я уже рассказывала в каком-то ролике У меня был знакомый С которым я была знакома не так много Это был довольно-таки еще молодой парень Его дали мне водителем Дали из девятки Девятое Кремлевское управление Когда я приехала в Москву Мне дали вот эту Волгу бронированную Ну и человека, который возил меня Его уже давно нет в живых А родственников у него тоже нет Детей не осталось Поэтому я могу этот случай рассказать А все его друзья и сотрудники Которые работали с ним вместе Давно убиты И его тоже убили Да, просто вкололи ему передозы И убили Таким образом освобождается девятка Девятое Кремлевское управление От своих сотрудников Это для того, чтобы люди знали Которые верой и правдой Служат Кремлю На самом деле они, конечно, не верой и не правдой Они просто за кусок жирный С икрой и колбасой Это делают Но однако же все равно Люди должны знать Как заканчивается жизнь тех Кто выполняет спецзадания И этот Коля Николаша Рассказал мне, что В 70-х годах Он взрывал метро В Москве Я, конечно, вроде и не поверила Мы с ним не так были знакомы Это не был мой такой уже очень хороший знакомый Чтобы меня посвящать Но он до подробностей Тонкостей Рассказал, как он это делает И как ему пришлось делать ноги Менты Я говорю, а как же так, если это задание Я же еще тоже наивная Вы что думаете? Я уж такая просвещенная во всех делах Тоже наивняк Я говорю, как же так Ведь это же задание Я не поняла тогда, о чем он говорил Не сложила никакие обстоятельства Просто вот сам по себе Факт, он сюжет, он мне рассказывает А я по ходу дела задаю вопросы Вопросы лоха, конечно На что он сказал Что это мое же дело Это, во-первых, разные службы Насколько вы понимаете, как он мне говорит А потом, это же менты Которые гонялись Менты у нас как собаки Мы считаем за собак, да Конечно, ну и вот в таком духе Короче говоря, что я вам хочу сказать Что работники спецслужбы Сами устраивают теракты Мой вопрос в этом Как раз только И состоит, что я хочу вам показать Что как раз сами работники Самых секретных спецслужб Близких к Кремлю Устраивают теракты Поэтому я и привела в пример Вот этого Николая, своего водителя Который уже никому был не нужен Вероятно, уже завершилась его карьера И вот так вот На разгон В качестве водителя Употребляли его Ну а потом и через несколько лет Как, насколько я узнала Ему просто вкололи передоз И он умер Такие люди, которые много знают Они не должны долго жить Как вы понимаете И поэтому Их убивают Свои же сотрудники А было одно поколение Пришло новое Убивает Приходит следующее поколение Выполняет задания Опять теракты И снова убивается И вот Давайте я вам прочитаю Чтобы вы понимали О чем я говорю Потому что печальная ситуация Какое-то вот дерьмецо сидит Приматы Правят над народом России Приматы Находятся в Кремле В правительстве Те, которые глупые Ничего не понимают Они ничего не соображают Они выполняют только Чьи-то программы Приматские Они по указке действуют Они опустошили всю Россию В России на сегодняшний день 35 миллионов человек Вы можете мне не верить Россия пустая Абсолютно пустая В России Осталось 35 миллионов человек Это не мое дело вам доказывать Мое дело вам сказать Поставить вам на вид А вы сами уже думайте Итак, последствия пожаров В Забайкалье Показали с высоты птичьего полета В ходе расследования Уголовного дела Следователи опросят Должностных и других Ответственных лиц А также озвучат их работу Между тем в России Сейчас горит 22 тысячи гектаров леса Природные пожары В Приморье Иркутской области В Хабаровском крае Леса полыхают В Смоленской, Псковской и Амурской областях В Красноярском крае Но самые крупные очаги Возгорания в Забайкалье Свыше 20 тысяч гектаров Сотрудники СК РФ Провели осмотр пожарища В Забайкальском крае С помощью криминалистической техники В период с 19 по 22 апреля Сразу в нескольких районах Забайкалья Огонь уничтожил Множество жилых домов И хозяйственных построек Распространение стихии Способствовали Шквалистый ветер И сухая погода Огонь уничтожил Больше сотни домов Пострадали почти 700 человек Несколько сильнейшими ожогами Сейчас в больницах Спасаясь от огня Людям бросали все Что у них есть В том числе и домашних животных Их во время пожаров погибло Больше 4 тысяч Свыше 30 человек Числятся в списках пострадавших У них диагностированы Ожоги и отравления Угарным газом По данному факту СК РФ По Забайкальскому краю Возбуждены уголовные дела По статье 293 УК РФ Халатность Повлекшая причинение Крупного ущерба А также по неосторожности Причине тяжкого вреда Здоровью человека Точный ущерб от огня Подсчитать до сих пор не удалось Да какой уж там ущерб У людей сгорели дома Села горят Полностью выгорают села Какой ущерб Да какой наш на это Копеечный ущерб Я вам хочу сказать Его никто и считать-то не будет Установлено, что в результате пожаров В 17 населенных пунктах Люди Одумайтесь Упыри сидят над вами 17 населенных пунктов Полностью сгорели И там сгорело около 100 жилых домов 13 нежилых помещений 113 фермерских хозяйств И 148 надворных построек В огне и дыму погибло около Почти 6 тысяч голов скота Готовят к голоду страну Из 6 единиц сельскохозяйственной техники Уничтожено 2 зернохранилища И сотни тонн кормов Все, друзья Считайте, что там будет голод Ущерб от пожара Уже превысил 280 миллионов рублей В ходе расследования уголовного дела Следователи опросят должностных И других ответственных лист Изучат их работу Также на месте происшествия Будут опрошены местные жители Работа с которыми уже ведется Заявили в пресс-службе Что будет делать сейчас СК Они будут каждого Трепать нервы Местным жителям И на них перекладывать вину Чтобы каждый боялся, трясся А если он трясется Он никому в жизни не скажет Что где-то кого-то он увидел Что кто-то поджигал Я вас уверяю Что сотрудники СК Знают точно, кто поджигал Но на тот момент Они закрывали глаза Им это было так приказано Чтобы они Случайно не схватили Настоящих исполнителей А исполнители-то Ну что же будут теперь Просто фермеры, крестьяне И вообще дядьки, алкоголики, алкаши Или просто крестьяне Которые, работяги Ну у которых все сожгли А чтобы они сильно не возмущались На них попробуют Повесить вину А это методы борьбы С правдорубами Те, которые любят правду На них стараются повесить вину Это нормальное отношение Такое вот к честным людям Работников Мордора А как же вы хотели Представляете 17 населенных пунктов Полностью сгорели 17 населенных пунктов Лето только начинается А что во время лета будет? Ведь понятно, что сжигали Как в Калифорнии Тем же самым оружием Что сжигали дома Сверху Посылаются дроны И они На жилые дома направлены На фермы Потому что там тоже живые коровы Тепловизоры работают Они определяют Жилые помещения И там горят Поэтому направляется луч И этот луч Естественно Сжигает дома Это было в Калифорнии Так же Но теперь так же Точечно Сжигают дома В Забайкалье Народы Думайте Вы только-только Встретили весну Только-только Радуетесь первым Посевом своим И что сделали? Все сжигают Чтобы вы в осень Вошли в голод В осень У вас не будет домов жить Лето вы еще можете Не возмущаясь Строить себе где-то Куда-то ехать Что-то искать Но это ведь не выход из положения За лето вы не успеете Дома построить А вы строите А вы стараетесь Вы воруйте этот лес В конце концов Вы забирайте лес Из лесов Из лесополосы Рубите Пусть в счет государства Вам выделяют Лес на стройку дома Не важно теперь Какого дома Каменного Или деревянного Вам нужно в зиму войти В собственном доме Поэтому Стройте Помогайте Друг другу Если вы не будете Помогать друг другу Вам никто не поможет Народ Все Народ Просто исчезает С нашей земли Освобождают земли Забайкалье Для китайского друга Для китайского Начальника Китайцы Ваши начальники Теперь Китайцы Выкупили все Они все это забрали А наши Дешевые чиновники Приматы Все сдали Как всегда На корню Я Таня Карацуба Сиит Бурхан Сиит Бурхан Сиит Бурхан Сиит Бурхан Субтитры создавал DimaTorzok